Привет всем! Я Сергей Редкий, нерусский космополит из Эстонии. Этой фразой я обычно начинаю свои видео. Некий Ренз9 задал интересный вопрос вот под этим видео. А что тогда показатель национальности? Вы к какой национальности себя относите? Показатель национальности. Вот и засада. Как считать? По крови? Нет. Виктор Цой, Пушкин считали себя русскими. Еврейские дети, которых поляки спрятали в 1939 году от немцев, говорят по-польски. Им не сказали, что они евреи. Скрыли. Сами они думали, что они поляки после смерти родителей. Только после смерти родителей они узнали правду. Но они привыкли быть поляками. И ими остались. По языку. Казахские немцы, сосланные Сталином, вернулись в Германию как репатрианты. Это было в 90-х годах. Они говорят по-русски, считают себя немцами. По паспорту тоже немцы. Украинские дети, похищенные Путиным в 1922 году, воспитанные в русских семьях, они забудут украинский язык. Какой они будут национальности? Индонезиец, воспитанный в Украине, предположим, что он выглядит более-менее по-европейски, будет носить вышиванку, а не колоть себе татухи предков. Он не будет каннибалом, его воспитают по-другому. А его предки ели людей, наберите Индонезия. Понимаете? Мы все хомо сапиенс. Мы вышли из Африки. Но бусы я, европеец, не надену. И видите, как сложно. Ни кровь, ни язык не являются конечными показателями национальности. В 2018 году я, уже тогда космополит, написал пост, где выводом было, что мы дети окружения Земли, продукт полученного образования. В 2024 году некий Мирон написал, «Куда автор денет растворенное в крови поведение предков, их культурные традиции, обычаи, верования, передававшиеся из поколения в поколение. растворенные в крови поведение предков». То есть, по его мнению, индонезиец, воспитанный в Украине, будет колоть себе татухи предков и будет каннибалом, как его предки. Мирон, это же полный идиотизм! Вместо резюме. У этого видео цель одна, чтобы вы задумались. Я не люблю национализм. Но эта нелюбовь не распространяется на, допустим, на национальный певческий праздник Эстонии, на вышиванку, на проявление национальной культуры. Национализм 21 века – это когда орут «Мы – арийцы, а вы – вы второй сорт». Национализм – этот стайный инстинкт из 1 века. Он помогал людям выжить, сплотиться против другой стаи. Сейчас мы образованы. Я – космополит. Шагнул в 21 век. Националисты остались в первом. Но некоторых понимаю. До 24 февраля 2022 года я считал, что национализм отступил. Вот видео 2019 года, где я раскрываю, что я думал тогда. Что Евросоюз и всеобщая интеграция приведет мир на другой этап развития. Почему я понимаю рост национализма и нелюбовь к русскоязычным? Вот еще видео. Я его записал сразу после начала войны, когда Россия напала на Украину. То есть сейчас Путин и исламисты сделали все, чтобы мы снова из жителей земли превратились в стаи. Вернулись в первый век. Певец ртом, шаман из России, поет. Я русский, моя кровь от отца. Вся Россия ему подпевает. Оказывается, и в Эстонии, и в Украине ему тоже подпевают. Ребята, не поддавайтесь. Исламисты и Путин передвинули наступление всеобщего просветления надолго. И я понимаю национализм, который собирает нации в кулак. Пройдет много времени. Не скоро. Но мы изменимся. Я думаю, что все будут космополитами. Но Россия рядом, и Путин еще не сдох. Так что, ответ на вопрос, кто я по национальности. Я не отношу себя ни к какой национальности, житель земли. В комментариях можете написать, кто кем себя считает и почему. Вот интересно, я один такой, который мучает себя такими вопросами. Все посты, которые упоминаю, и дополнительная информация в описании. Все, кто будет мне приказывать, на каком языке мне записывать видео, в какой одежде сидеть, идите далеко. Боритесь с национализмом. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...